После шести месяцев баскетбольных баталий в Пляцовку для Палаца Спорта снова покрыть лёдом. И уже завтра мобильный каток премьет первых наведывальников. Зараз сидит пошли подрыхтовка ледовой арены и наладка морозильных обсталеваний. Ян Пашкевич проверил на трывалость новый лёд. Миколай Торшин за житё побудовал больше за 10 ледовых арен у Беларуси и России. Сегодня досвеченный специалист на заслуженном отпочинку, а для любимой справы не покинул. Воси зараз займается подрыхтовкой мобильного катка до нового сезона. Проверяя на трывалость амаль 27 км труб системы остуджения. Даём давление воздухом, проверяем утечки, будем говорить грубые основные, устраняем их. Затем заправляем этиленоглюколем систему. И сейчас уже проверяем более досконально, если остались какие-то мизерные утечки. Этиленогликоль покажет. Остуджальная сетка складается с двух часток. Кожная из них покрывает больше, как тысячу квадратных метров пляцовки. Помпы без перапына перемешают по геттых магистралях антифриз. Остуджены до минус 10 градусов. Отрымливается мини-ледниковый период на вату плюс 20. Система компьютерная прорабатывает. Если есть неполадки, она отключит. Но тем не менее, фактор живого работника, он всё равно необходим. Вдруг что-то будет неисправности, система не отключится. Либо если система отключила, и не будет контроля, растает лёд. Гета-фабрика лёду працует, как обычный холодильник. Забирается плоз антифризу и вертает ваткостью систему. Потом на протягу 4 дней поля поэтапно заливают водой. Потребно амаль 17 тысяч литров. Сейчас как раз трубки охлажденные, по ним уже бегает кладоагент. Вода будет разбрызгиваться и намерзать. Между ними будет всё меньше и меньше расстояния. И потом вода уже не уходит. Это по новой технологии. Раньше короба ставились, вода наливалась. И замерзала, так сказать, просто обычным способом. Но это большой расход воды. От острых коньков трубы хавают под лёдом. Тушинё не меньше, как 4 сантиметра. Покольки подчас сеансу катания на арену выходят свыше 50 спортсменов-аматоров, покрытие необходимо пробирать и реставровать каждые 45 хвилин. У перопынках помеж сеансами катания на пляцовце заявляется вот такая машина. И она приводит лёд в належный стан. Сбираю всю крошку с поля и одночасово заливаю поверхню горячей водой температурой не выше за 70 градусов. Таким чином ледовая люстерка незначно растает и проснекольких хвилин знов становится гладким и ровным. Открыть ледовый сезон на мобильном катку для палаца «Спорту» плануетю пятницу, 23-го Кострышника. Аматоры зимовой забавы смогут отрымливать осолоду от худкого катания каждый день с 11 ранницы до 11 вечера. Ян Пашкевич, Денис Гатила, агентство «Телиновин».